Доброе утро! Вы смотрите Вести. Сразу в 13 школах Карачаева-Черкесии проводится капитальный ремонт. Ход реализации мероприятий капремонта образовательных организаций республики в 2024 году обсудили на совещании под руководством председателя правительства Мурата Аргунова. Так, в рамках региональной программы модернизации систем школьного образования на территории Карачаева-Черкесии ведутся мероприятия по капитальному ремонту 15 зданий. Кроме того, благоустраивают и семь школьных территорий. Отметим, что с 2022 года в Карачаево-Черкесии отремонтировано более 40 школ. Спортсмен из Карачаева-Черкесии Сергей Шанявский стал серебряным призером чемпионата мира среди ветеранов по вольной борьбе и обладателем бронзовой медали по греко-римской. Сергей Шанявский начал тренироваться у заслуженного тренера России Алексея Смирнова, а уже дальше его спортивная карьера продолжилась под руководством заслуженного тренера России Юрия Якубовича Меликерова. Несмотря на сложности участвовать в чемпионате мира, Сергей продемонстрировал свое мастерство и твердость духа. Его первый наставник Алексей Смирнов отмечает, что он уступил немного своим соперникам и все же занял призовые места. Сергей Шанявский продолжает также активно тренироваться и готовиться к другим соревнованиям. Он уникальный парень в том, что он является мастером спорта, являлся по вольной борьбе греко-римской и самбо. А затем армия была, учеба, он боролся за сборную Украины, чемпион Украины был, это еще в советские времена. В прошлом году он выступал на чемпионате мира в Греции по ветеранам. Ему присвоили звание мастер спорта международного класса, он был серебряным призером. А в этом году отобрался, выиграл переноситой России по вольной борьбе и греко-римской. И вот в Сербии сейчас на чемпионате мира завоевал серебряную медаль по вольной борьбе 78 килограмм и бронзовую по греко-римской. Кадровый центр работы России приглашает граждан на ярмарку-вакансии, которая пройдет сегодня в Черкесске с участием представителей коммерческих компаний, бюджетных организаций. На месте можно будет пройти собеседование, получить консультации по составлению резюме и карьерному развитию. Ярмарка пройдет по адресу улица Ленина, 79, в здании центра работы России с 10 до 13 часов. Далее прогноз погоды, а в 9.30 смотрите Вести Карачаева-Черкесия. Удачного всем дня и до встречи в эфире. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 7, в горах минус 3, плюс 2, а днем 4, 9 выше нуля, и местами минус 1, плюс 4. В Черкеске дождь, ветер северный 6,11 метров в секунду, температура ночью 5, 7, днем 6, 8 градусов тепла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова